Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Севка то ли жалуется, то ли это крик о помощи. Его Яся домогается. Я удивляюсь, как с ее прытью она еще не добилась своего, а все еще только продолжает домогаться. Это не женщина, это бомба. Я даже не знаю, как комментировать то, что я увидела в этом ролике. Те зрители, которые не смотрят, я не знаю, хватит ли мне красноречия все это описать, чтобы вы представили. Честно, не хватает слов. Не хватает. Буду стараться, буду подбирать. Севка с нею с таким удовольствием чмокается, не отмахивается, не говорит, что ему неприятно, что его слюнявят. Начинает привыкать к Ясеньке. Неудивительно, что она продолжает требовать своего. Встретились и тут же облабзались. Два часа Севка не мог придумать, как ее развлечь. Сидел в стриме и спрашивал у зрителей. Подскажите, подбросьте какую-нибудь идею. Куда отвезти Ясеньку? Чем ее заинтересовать? Может быть, в боулинг отвезти? Или в аэротрубу? Или квест? А может быть, пойти с нее в бассейн поплавать? Или пойти в спа-салон? Ясенька захотела, чтобы он оплатил ей подкачку губ или фотосессию. Она всегда об этом мечтала. Я уже не помню всех вариантов. Версий было вагон. В основном Яся только морщила нос и все-то ее что-то не устраивало. Знаете, зажиралась, я бы сказала. Чего-то ей хотелось оригинального от Самвела. Что-то такого интересного, прям интересного, чтобы запомнилось ей навсегда. В лес, например. Она не против сходить с Севкой в лес. По грибы, по ягоды. Говорит, возьмем шампанского, клубники, будем валяться в багажнике, смотреть фильмы. Зная уже, кто такая Яся, я стесняюсь спросить. А она сама не уточнила. А какие фильмы она собирается смотреть с Самвелом? Наверное, фильмы для взрослых. Она же девочка уже большая. Ну, не мультики же есть смотреть с ним, да? Из конца-то в конец. И будет, как в басне Крылова, и в лес ягненка у волок. Как только ясенький он попадется в руки, да еще и там, где нет людей, ну все. Кто есть кто в этой басне, вы и сами прекрасно поняли. Объяснять никому ничего не нужно. Бедная овечка. Но, слава богу, что не такая глупая. Яся клянется и божится. Да не трону я тебя и пальцем. А Севка не верит и правильно делает. С ней опасно даже в людном месте находиться. Ведь заставит, а потом будет всем доказывать, что они сианские близнецы. Они не занимаются развратом на улице. Просто родились такими. Даже я уже устала слушать о ее хотелках. Она говорит об этом каждую секунду. Она говорит об этом и в YouTube. Она говорит об этом, когда и играет с Севкой. Постоянно. Причем это у нее мысль возникает. И, естественно, тут же озвучивается. Самые совершенно неподходящие моменты. Вот идет разговор абсолютно о другом. И тут ясенький бух. Ну что, давай? Когда? Что, время идет? А я еще нетоптанная. Я представляю, как Севка устал. Может быть, он передумает, когда увидит ее в новом облике. Она такая интересная стала. Сделала себе афрокосички. Я выкладывала ролик в свой телеграм-канал. Можете посмотреть, как она сейчас выглядит. Интересная дама. Она не жалеет вкладывать деньги в свой тюнинг. Вообще ей не жалко. Тем более, что деньги-то не ее. Чего ей жалеть? Бровки я сделала, губки, косички, татушки, маникюр, педикюр. Все как у людей. Вот вам и жительница из села. Как баба Таня говорит. Да, это же село. Вот вам и село. Подивиться. Двор не зацементирован у нее. Обои в доме оборваны. Линолеум рваный. Пофиг. Зато у Яси афрокосички. За три с половиной штуки. Вернется домой, дети родную мать не признают. На голове афрокосички, в руке вибратор. Он ей очень нужен. Прям, я так понимаю, что вот она, когда выпрашивала у Севки его, так еще активно, в хозяйстве Яси без него, как без рук. Я уже не могу дождаться, когда она уедет домой. Пока она крутится в роликах у Самвела, приходится волей-неволей делать обзор и на нее. И как ни старайся, все равно получается пошло. Это же чума болотная. Если он и в самом деле купит ей вибратор, она же его из рук не выпустит. Она будет и стримы вести вместе с ним. Назовет Самвелом, скажет, вот пошла я с Севкой. Для ее контента это будет то, что нужно. А притворщица какая? Ой, боже мой, зарделась, румянцем покрылась. Севка сказала, да, конечно, куплю я тебе его, вот этого друга резинового. Ей так стыдно стало про это говорить. Никогда в жизни ей не было так стыдно, как стало стыдно сейчас. Писать, какать на глазах у изумленной публики ей не стыдно. Просить Самвелла ее пойметь, это я сейчас еще, как вы понимаете, культурно выражаюсь, она прямым текстом потребовала от него активных действий, чтобы он ее прям... Вот тогда ей было не стыдно. А говорить про вибратор стыдно. Чудная девка. Когда она встретилась с Самвеллом, снова повернулась к нему спиной, наклонилась, начала трясти курдюком. Мимо проходило два мальчика. Благодаря таким ясим, детям не обязательно заходить в интернет, чтобы увидеть то, чего их детские глаза видеть не должны. Такие яси на улице все покажут. Мальчик явно не привык к тому, что он увидел, потому что он смотрел на нее во все глаза. А яси даже не обратила внимания, что кто-то на нее смотрит. Я думаю, что даже если бы она увидела, что там стоят дети, это бы ничего не изменило. Она бы все равно сделала то, что она сделала. Опай крутит и понимает, что она тем самым делает севки контент. Севка на ней зарабатывает. Уже начала требовать свою долю. А шо? Я у тебя тут снимаюсь. Из кожи вон вылазю. Давай. Плати. Давай хотя бы одежду купи. С нее контент для его канала, а с него одежка для нее. Даром кривляться она не намерена. Не с той барышней он связался. Она знает, что такое контент. Она знает, что такое монетизация. Она знает, сколько это все стоит. Если не сейчас, то потом она все-таки получит свой гонорар за съемку. Я не сомневаюсь. Она из глотки его вырвет. Уже он даже Надя бесплатно работать не хочет. Последний раз приехала, деньги не получила. Теперь больше не приезжает. Севка сказал, с Надей больше не общаюсь. Я ей не звонил, мы с ней не разговаривали. Даже ничего не сказал по поводу того, что присылает она ему голосовые или нет. Вот будет хохма, если Надя в самом деле больше сюда не приедет. Однако это сомнительный вариант. Она так долго добивалась того, чтобы вклиниться сюда к нему, и теперь вдруг резко бросит намеченную цель. Сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Надя, как и Яся, сдаваться не намерены. Я думаю, мы еще не раз увидим Надю на этом канале. Правда, не знаю, как скоро. После свидания с Родионом Яся сама не своя. Кто знает, чем закончится это знакомство. Вряд ли ей подойдет спокойный мужчина. А они описывают Родиона именно таким. Хотя противоположности притягиваются, но они настолько разные. Она, судя по всему, Родиону понравилась. Он ее сопровождает везде и всюду. Провожает, встречает, и водит на кофе. Может быть, еще куда-то водит с ее такими активными призывами ее поиметь. Почему бы и нет? Но она прям активно просит это все у Севки. Вот вынь да положь. Все у нее, бедная, там зудит и свербит. Хочется, даме. Вот хочется, сил нет, аж как. Аж ушки чешутся. Севка переживает, что Родион ее увезет в неизвестном направлении. Я видела этого Родиона. Я уже знаю, кто такая Яся. Я переживала больше за Родиона. Он такой робкий и нерешительный. А Яся – это бомба замедленного действия. И что ей взбредет в голову через секунду, никто не знает. А учитывая то, что у нее такие настойчивые требования к Самвелу, вот именно в этом отношении, я думаю, что если вдруг ей приспичит потребовать этого от Родиона, она заставит таки его. Даже если он не захочет. Эта Севка еще как-то держится. А тот, тот не сможет отмахаться от нее. Скрутит она этого Родика в бублик, бросит в сумку и увезет с собой. Ищи потом ветра в поле. Она же миссис непредсказуемость. От нее можно ожидать всего, чего угодно. Зрители еще не отошли от предыдущего видео, а они вот это выпустили. Я поняла, зачем она приехала. Лишить Севку невинности. Она чуть не сделала это прямо, когда он вел в машину. Севка говорит, ну ладно, давай, я согласен. Запрыгивай, вот прямо сейчас, когда транспорт едет. И она полезла. Даже на секунду не засомневалась и не задумалась. Ну раз предлагает, надо же пользоваться моментом. Я даже не знаю, после того, что я увидела, о чем говорить. То ли о том, что они подвергают опасности себя и те, кто едет вместе с ними по одной дороге, но потеряет Севка управления, ведь наделают беды. Хотя таким обычно везет, ни одной царапины не будет. А невиновные люди могут пострадать. Ну какие игры могут быть, когда едет машина? То ли говорить о моральной стороне таких аморальных действий. А смысл в этом какой? Она потом стала раздеваться прямо в машине, футболку задрала, там за пазухой начала у себя шурудить. Если YouTube пропустит это видео, не удалит, я больше чем уверена, зрители будут жаловаться на этот ролик. Так это еще не все, что было. Когда они приехали туда, где ее ждал Родион, она еще и лосины спустила и опу показала. Да, все увидели, что она носит стринги. Потом Севка попросила ее перед мужиком наклониться и задом покрутить. Она долго раздумывать не стала. Она пошла и покрутила. Мужика от нее как ветром сдуло. Стояли люди на пешеходном переходе. Она такая, оба! И сделала то, о чем Севка ее попросил. Мужик будто почувствовал, что в этом есть какой-то подвох. Так отшатнулся от нее. Вот зуб даю. Пропустит YouTube этот ролик, она вернется и начнет задумываться о том, чтобы открыть канал в YouTube. В TikTok такое делать нельзя, а тут она поймет, что в YouTube можно, и она придет сюда. Здесь же такая для нее свобода. Для нее тут непаханное поле. Вчера одна зрительница написала, что Яси не произвела на нее никакого впечатления. Может быть, я неправильно понимаю это сообщение, что конкретно хотела сказать этим зрительнице, но на меня она впечатление произвела. Я такого не видела нигде и никогда. Понятно, что я не видела этого в реальной жизни, но я даже в YouTube такого не видела. Я не видела такого ни в каком фильме. Я до сих пор нахожусь под впечатлением, а она пробудет здесь еще два дня. Я представить не могу, что она еще придумает. Кажется, что показала уже все, но ведь это только кажется, и я это уже понимаю. Где Ирочка со своим шоком? Я уже заждалась. Очень интересно, что же она скажет братишке? А может быть и промолчит, сработает инстинкт самосохранения. Яся же ее откуда хочешь достанет. И пошлет и словами, и жестом, каким она послала зрителей, пошлет и Ирочку, и всю ее семью на хутор бабочек ловить. Вот это оторва. А с другой стороны, разве она могла быть другой? Она росла в неблагополучной семье. Скорее всего, это все она видела там. Подросткам попала в места не столь отдаленные. Там тоже хорошим манером не получится научиться. Скорее всего, сейчас у нее и компания такая же, как она сама. Откуда ей набираться манер? Да и зачем они ей? Такой ведь жить легче. В случае чего скажет, ну да, дура, желтую карточку имею. Все на этом. Все познается в сравнении. Еще немного, и зрители начнут писать, что Самвел это ангел в тюбетейке. А зрители этого не замечали. Но с появлением Яси, они это заметили и поняли. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.